очагов тв представляет ай ты блогер тихо не ругаетесь да ладно да ладно я же не украинцем от не ругайся ну ты только что ругнулся два раза чего-то на плохо у тебя память как у рыбкой гупи и опять секунда у вас как память вы чё в telegram вообще не заходите смотрит что происходит нет я смотрю а ты смотришь да я мониторе ваш канал и свои каналы ты можешь камеру чтобы я видел не только твоего уха чтобы я видел твою лицо вот так только не ругайся матом матом не ругайся камеру поверни так чтобы я тебя видел а не твою не твою грязную бабушку и кусок твоего уха поверни камеру смысл нет с ними разговаривать никто из них не хочет не может разговаривать они или матерятся или орут или ведут неконструктивный разговор то есть ни о чем сложно найти сегодня собеседника привет вы из какого города а псков да я в калифорнии живу украина но я через выпьем поставил пустя вывод из пскова там где аэродром был в крестах до взорвали самолеты да что там случилось вы можете мне рассказать как очевиден 21 дрон атаковал откуда дрона летели что у вас говорят говорит и что если они летели из эстонии как вы думаете какова будет реакция на это вот совершенно верно вы знаете вот мне тоже смешно когда мне вот люди россияне говорят если мы выясним то это все капец нато всему там и так далее это ну три варианта идут а то что это украинские дроны вы не допускаете на нет то что это были например украинские дроны со стороны украины не рассматривается такая версия это очень далеко и пролететь им невозможно было бы так далеко это очень далеко со стороны украины если бы они летели бы это там ну сколько систем пву они все равно сработали бы на 21 дрон пропустить но это невозможно ну как сами подумайте они начали с полдвенадцатого до трех ночи атаковали таких только времени могли прекратить это как бы это у нас системы пву они сработали но даже смотрите если предположим с территории эстонии 20 чем-то дронов то есть у вас получается пву вообще нету со стороны на туда все туда оттащили не все тащили или в украину или или на самом деле охранять москву там и так далее я тут с вами соглашусь и что рублев куда вы себя чувствуете там защищенными или нет нет ну вот вот вы понимаете вот вот этот день когда вы вот 21 дрон полетел вы все слышали а еще что потом на следующий день еще пролетела так никто не говорил об этом а еще прилетела до на следующий день что пролетела но их сбили на следующий день или нет да и а кто сбил силами наших частей а чисто стрелковым оружием да да ну в принципе да дрон это же низко летящие и медленно летящие относительно такая большая цель а вы знаете я слышал версию что это дроны были не не такие не самолеты да дроны а коптеры то есть там коптеры да там их слышали я вот ближе нахожусь ну как бы рядом с артском жил за городом ближе к эстонии это мы их видели вы видели прямо коптеры которые летели слушайте ну а чё вот если вот реально да вот россия например сделает вывод что это эстония или уже сделала и что ничего не делать ну что а что не сделать не ну так это так если если россия проглотит это это же позор не а вы какое-то имеете отношение к этой дивизии я имею ввиду может ваши знакомые я служил кстати в этой дивизии в свое время срочную службу там говорят что 76 дивизия да что она уже полностью поменялась то есть ее выбили уже и не один раз все там бы из старого состава практически никого не осталось все наверное в основном мобилизованные там и командированные ну и как вот вы лично или ваше окружение как вы считаете закончится это война чем ну а слушайте а почему нет эстонии это намного выше уровень жизни хорошо ладно давайте вам всего хорошего привет пскову и псковскому аэродрому давайте счастливо не псковскому я хотел сказать кресты но назовем его псковской аэродрома там он под псковом была такая песня у нас в армии и город псков мы не забудем на гражданке аэродром названием божеском названием божеским кресты этом и так вот так и